Буквально недавно отгремели военные песни с балкона в честь Дня Победы. Сегодня под окнами жителей живое напоминание об этом Великом Дне. Например, один из дворов по улице Мельникова украсила вот такое граффити. Уличная роспись появилась аккурат перед 9 мая. Жители дома уже успели оценить рисунок. В основном положительно. Правда, сам вид искусства у некоторых вызывает сомнения. Да, прекрасно. Я за такие граффити. Это лучше, чем просто расписывать стены какими-то непонятными надписями. Лучше делать такие. Я только за. И чтобы даже побольше их делали на домах, я считаю. Красиво. Нравится вам? Да. Ну, я не за то, чтобы разрисовывать стены. Даже если профессиональный художник. Да, все равно. Граффити должны украшать вообще дворы? Или вы противник, например, этого? Ну, по логике лучше бы быть без них. Но в честь праздника круто. Замечательно. Но только как-то не в тему. А почему? Ну, я предполагал, что здесь все-таки будет действительно какие-то серьезные вещи нарисованы. Например, в Одессе был нарисован известный нам актер и режиссер Быков в военной форме. На граффити изображен современный мальчик Алеша, который пишет на стене благодарность своим предкам, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне. Это конкурсная работа химкинского художника Дмитрия Медведева. Он представит городской округ на областном конкурсе граффити, который проведут в Подмосковье уже в пятый раз. Уличным творчеством Дмитрий увлекся в 14 лет. Просто увидел по телевизору, как ребята в Европе рисуют работы. Мне это понравилось. И я решил попробовать, начал этим заниматься, изучать эту тему. Сейчас это и профессиональная моя деятельность, и хобби. Помимо граффити Дмитрий занимается и классической живописью. Но основным направлением остается роспись стен, как в интерьере, так и на фасадах. Его работу Алеша можно найти на проспекте Мельниково между домами 8 и 16. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.